Друзья, интернет просто кишит информацию о том, что Польша самая благоприятная страна для переезда, что у нас схожий менталитет, что экономика Польши сейчас набирает обороты и идет только вверх. С этим я спорить не буду. Но в этом видео я все-таки разрушу этот миф схожестей, который создают, как по мне, вот эти псевдо-бизнесмены, которые хотят просто толкнуть вам услугу переезда в другую страну. Поэтому сейчас я вам расскажу те отличия, которые я заметил за время проживания в Польше. А в конце видео я все-таки расскажу, что у вас просит поляк тысячу раз, когда вы начнете работать тут и жить. Поехали! Такое отличие я заметил. Они не умеют пить. Точнее, они пьют не так, как мы. Вот представьте себе, как у нас пьют. У нас нарезают колбаску, нарезают там хлебушек, жарят картошечку. А у них, они даже не цокаются. Они вот каждый сам по себе, сидит в большей компании, каждый сам себе наливает. И пьют они в основном не чистую, допустим, водку, да? А пьют все-таки дринки, так называемые, мешают соком еще. Но это, наверное, на любителей. Я чуть-чуть не привык так пить. И нет таких душевных разговоров. Вы знаете, как у нас приходят с бутылочкой водки, да, допустим, и говорят, надо поговорить. Тот сразу хоп, нарезает там, что есть в холодильнике. И все садятся, все довольные. Вот. У меня есть друг, даже я вам расскажу такую ситуацию. У меня есть друг, я у него спрашиваю. Слушай, а какими ты обладаешь положительными качествами? Он говорит, я хорошо готовлю, и я спортсмен. Я говорю, да ну. Он говорит, когда жарится картошка, я бегу за бутылкой водки. Понимаете? Вот так. Тут такого нет. У нас как бы чуть-чуть совсем по-другому. И мне этого действительно тут не хватает. Вот таких душевных разговоров, вот этих посиделок, как у нас есть. Они постоянно играют в лотерею. Вы знаете, я думал, только у нас вот есть такое желание, представление у людей, чтобы вот выиграть какой-то миллион и жить, и не тужить. Тут то же самое, такие же разговоры. Даже я был на работе, и общались два поляка, и один говорит, слушай, я вот в прошлую неделю купил себе билет, играл в лотерею и ничего не выиграл. Слушай, а если бы ты выиграл миллион, допустим, на что бы ты потратил? И тут начинается, я бы купил себе то, я бы купил себе это. Люди, допустим, с этим похожи. Но я не знаю, у нас так много людей, которые бы играли постоянно в лотерею. Вот самое главное, вот реально самое главное, это они очень любят свою страну. Я не буду подбирать какие-то другие слова, потому что некоторые люди подбирают другие слова. Я скажу, что они любят свою страну. Покупают только польское. И если ты, допустим, стоишь в магазине, ну, предположим, такую ситуацию, ты стоишь в магазине, там, в отделе, где продают, ну, я не знаю, французские продукты какие-то, немецкие, к вам может просто подойти бабушка элементарно и сказать, эй, почему ты тут стоишь? Это же не польские продукты. Вот польские, они намного качественнее, лучше. Наведет 30 аргументов того, что лучше покупать польское. Везде тут флаги. Какой праздник не был бы, везде флаги висят на машинах, на трамваях, на балконах. То есть они любят свою страну. Ну, конечно, правильно, все, кто был недоволен, уже давно уехали. Остались те, кто любит свою страну. Вот это такая вот правда. Я думаю, что человек должен любить свою страну. Для меня было просто ударом, когда я заметил, как они относятся к идее. Они реально небрежно относятся к идее. Они могут что-то купить, поставить в холодильник, оно стоять будет там месяц, провоняется. А потом, ой, а что это воняет в холодильнике? А ему говоришь, это, слушай, это твои яйца, которые 3 месяца назад ты купил. Может стоить их уже выкинуть? Он говорит, ой, точно, а я что-то, я просто яйца не люблю. Так возникает вопрос, какого ты их покупаешь, если ты их не любишь? Короче, они брежно. Они вообще не парятся по поводу готовки еды. Вот сколько раз мы жили с поляками, я вам могу сказать. У них, во-первых, до хрена каких-то соусов в холодильнике. До хрена, я даже не знаю, колбас каких-то там, вот эти колбаски для гриля. Пиццы, которые в магазине покупаешь. Чтобы они что-то готовили. Ну, наверное, вот эту ихнюю национальную еду, журик и бигас, вот это единственное, что они готовят. И то не все. Так что, ребята, они небрежно относятся к идее. И когда я видел, как один поляк в обед мы работали, в обед он покупает себе обед, да. И что-то он передумал его есть и взял с собой в такую пачку. И потом говорит вечером, ой, ты знаешь, я его есть уже не буду, а то он какой-то не свежий. И буду выбрасывать. У меня просто чуть удар не случился, потому что у нас такого нет. Понимаете? Ну, по крайней мере, вот у меня такого нет. То есть я как бы совсем по-другому отношусь к идее. И потому для меня это был просто удар как ножом по сердцу. Так, как тут относятся к идее. Сейчас отличие от того, что я больше всего ненавижу и просто не могу с этим прижиться, это то, что они любят ябедничать. Они стучат. И для них это является нормой. Я когда приехал, первый раз работал, я просто был в шоке. Кто-то что-то натворил, и один впереди другого бежит, чтобы побыстрее настучать. Кто первый, тот и круче, типа у них такого плана. Я вот не могу понять, почему. Уж кто-то натворил, тихонько это исправил, да все и забыли. Нет. Надо пойти настучать, перекрутить информацию в своем каком-то там русле, стиле. И потом сделать тебя врагом народа. Ну, короче, вот это. Любят стучать. Я думал, они просто не понимают. Для нас это дико, да, допустим. А вот у них это является нормой. Так что они любят стучать, ябнищать. И я думаю, те, кто приедут сюда, столкнутся с этой проблемой не раз. Так что, ребята, такая тут система, ее вряд ли побороть. Еще одно отличие, то что тут люди какие-то злопамятные. Либо я это заметил, либо оно действительно так. Ну, какой-то вот что-то не так сделал, что-то не так сказал. Даже может в шутку. Все. Запомню. Потом это когда-то всплывет, расскажет. Мне кажется, даже лучше посмотреть на новости, которые сейчас есть. Я думаю, это как раз вот то, что сейчас происходит, как раз опишет вот эту злопамятность, ребята. То есть, это не то, что мои наблюдения, такие наблюдения, я думаю, может каждый сделать, если так просто присматриваться к этому и делать на этом акцент. И вот еще одно отличие, которое просто меня бесит. Все должно быть по инструкции. Нет, я тоже согласен, что должно быть все по правилам, по инструкции. Но когда ты ему говоришь, слушай, ключ на 19 нужен. Он говорит, ой, извини, ключа на 19 нет. Я говорю, слушай, есть разводной ключ, и давай этим разводным ключом сейчас закрутим. Он говорит, нет, так не может быть. Надо найти ключ на 19, и пошел куда-то полчаса, его нет, где-то он потерялся, приходит с этим ключом. А я уже в этот момент все закрутил, он говорит, а как это ты сделал? Я говорю, вот так вот пальцами закрутил, понимаете. Вот такая вот была ситуация, и вот это меня иногда бесит, что вот этот болтик должен быть в эту дырочку. И если этого болтика или этой дырочки не будет, то все, стоит работа, мы дальше работать не можем. Нету какого-то, там, допустим, шурупов крутить, все, другие шурупы не подходят, все, работа стоит, все стоят, блядь. Думают, как вот же решить эту проблему, потому что это, блядь, без проблем, вот. Ну вот есть такое вот, просто я, понимаете, надо как-то мыслить. Мыслить о том, что, ну если это не подходит, может там какую-то подкладочку сделать, да, вырезать и вставить, чтобы работа не стояла, чтобы шло, все, нет, блядь, надо, вот все, говорит, у нас нету молотка, мы работать не будем. Все, забить мы ничем другим не можем, у нас куча инструментов, вот молотка нет, все, мы, блядь, сидим, звоним шефу, у нас молотка нет, работа стоит, не знаю как. Так что, это просто капец. Еще одно отличие, это то, что я заметил, что у них нет чувства коллектива. Там, где, где бы я здесь не работал, нету такого чувства коллектива. Приведу пример. Приходишь ты после выходных в понедельник на работу, у нас дома, да, допустим, и у тебя срочно, а что там было, и ты им рассказываешь, вот я там погудел, то было, то сделал, на даче поработал, там, покопал, все, во, а я там, это вот, и такие вот разговоры иду, да, в понедельник между коллегами. Тут такого нет. Все пришли, че-че-че, привет, привет, руки пожали, и все. И вот стоят, блин. Нету такого чувства, вот как у нас дружба. Вот, по крайней мере, может, это связано с тем, что я украинец, это поляки, у нас нету таких отношений, и никогда, наверное, и не будет, вот. И потому, вот, мне так кажется, что и я этого не ощущаю. Ну, вот, даже я вижу между, там, ними, там, друзья, да, дружеские отношения, совсем не такие, как нас. Они какие-то поверхностные, могут ябедничать, ябедничать друг на друга, и это в порядке нормы будет. Ты можешь, вроде бы, живешь с соседом долгое время, а он пошел потом просто так на тебя настучал, хотя мог бы прийти сам, прийти и решить эту проблему. Вот такая была ситуация, я вот как раз сейчас вспомнил. Была такая ситуация, у нас ребята выезжали, выставили шкаф в коридор. Долгое время не могли его увезти. Сосед позвонил администратору, нажаловался о том, что шкаф стоит. А он не мог прийти, выйти со своей двери, постучать в соседнюю дверь и сказать, слушайте, ребята, ну, стоит шкаф, мешает, может, давайте я помогу вам забрать или что, потому что, ну, сам хочу там что-то выносить. Нет, надо звонить, сразу ябедничать. Вот такая вот есть. Нету такого понятия, как дружба, как у нас все, оно какое-то поверхностное, все какое-то ненастоящее, как по мне. Они реально не умеют отдыхать, как мы. У них какой-то своеобразный, совсем другой отдых. Смотрите, как мы отдыхаем. Компания, все гуляют, все движнячат. Тут заканчиваются у всех деньги. Един говорит, йоу, у меня есть карточка. И все такие, ура, берут его на руки и несут к банкомату, чтобы тот снял деньги. Гуляют так, как словно завтра конец света. Вот я знаю, как у нас в Одессе гуляют. Гуляют просто по-серьезному. И там уже идет в разность все. И бывает такое, утром просыпаешься, было там пару тысяч гривен на кармонитру, просыпаешься. Во-первых, еще вспомните, может, во-вторых, на белой твоей футболке какие-то отпечатки, помидор, откуда они взялись. Ноги в болоте, думаешь, идея вчера был. Денег нет, что? И начинаешь звонить своим друзьям, с которыми ты был, и вспоминать, что вчера было. И вот эти эмоции, вот это все приключение, оно останется на всю жизнь. Это то, что будет вас объединять. Тут, конечно, такого нет. Тут на велосипеде покататься, выйти, дринк выпить, пивка попить. И то там где-то, я даже не знаю, я не видел там, что тут конкретно, как у нас, сидели на лавочках, пили пиво. Ну, наверное, просто тут чуть-чуть все помешаны на работе, мне так кажется. Если все подстраивается под работу. Так что, ребята, вот не умеют они отдыхать, как мы. У нас отдыхают до последнего. Потом всю ночь отдыхаешь, еще потом до 12 часов жаришься на пляже. Так что вот так вот, такое вот отличие. Вот еще одно отличие, которое просто мне нравится. Это, как мне кажется, это первая страна по пожиранию мороженого. Если вы хотите открыть какой-то бизнес, открывайте мороженое. Вы не ошибетесь. Тут прям очередь за день, стоят за этим мороженое. Все едят это мороженое. Сейчас лето, жара началась. И все едят это мороженое. Идешь по улице, не все едят мороженое. Все без исключения. Если бы еще, знаете, были точки какие-то, там, где действительно вкусное мороженое. Приходишь и хочется съесть это мороженое. Так бывает, приходишь, берешь это мороженое. Ну, блин, непонятно что. Ну, вот такое вот. Едят все это мороженое. Потому вот вам идея для бизнеса. Если хотите открыть бизнес, открывайте мороженое. Не ошибетесь. И, наверное, завершающее отличие, это то, что они пьют много энергетиков. Это для меня просто какое-то убийство. Могут по 3-4 банки в день выпить этих энергетиков. Я объясняю, слушай, ну ты видишь, что это лучше, тебе от этого не стоит столько хуже. А то он говорит, выпил 3 энергетика, потом говорит, ой, что желудок болит, то болит, все болит. Я говорю, а зачем ты их пьешь? Ну, слушай, надо мощи больше, что-то еще какую-то сам себе ерунду придумывает. И вот так вот пьют эти энергетики. Молодежь тут вся пьет. Я только приходишь в магазин, эти пачки с энергетиками стоят в супермаркете, а их там по 3-4 банки сразу уберут и потом пьют. Ну, такая вот, блин. Не знаю, такое отличие. Я не видел, чтобы у нас так пили энергетики. И напоследок, друзья, я вам все-таки расскажу, что поляк спросит у вас тысячу раз. А спросит он следующие вопросы. Если перевести дословно, Польша есть красивая, это первый вопрос. Второй вопрос, не менее часто задаваемый, это, что для тебя есть Польша? И попробуй ты только сказать о том, что тебя что-то здесь не устраивает. Была такая ситуация, рассказываю, на работе пошла речь о том, что нас тут много, украинцев много в Польше. Я вклинился в этот разговор. Я говорю о том, что, ребята, когда ситуация улучшается, когда что-то поменяется, тут никого из наших не будет. И тут началось. Вот, если тебя что-то не устраивает, да вали отсюда. Да я бы с удовольствием хотел бы, чтобы вы все уехали, а тут понаехали, забирайте у нас работу и всего остального. То есть такой был зашквар, просто по-другому я это не могу сказать. Начали вот это негатив выливать, выливать. Я говорю, слушай, успокойся ты, никто у тебя работу не забирает. Ты работаешь, получаешь свои деньги и все. Давай мы эту тему поднимать не будем, потому что я буду со своей колокольни, а ты будешь со своей колокольни. И все. На этом мы закончили разговор. Так что, ребята, теперь вы знаете, какие есть отличия. Это реально миф, что мы очень прям похожи. Не похожи мы, это реально разные люди, разные истории, разное воспитание, разные культуры. Как бы кто ни говорил, что очень похожи. Да, если брать какие-то там американский менталитет и наш менталитет, то, конечно, польский менталитет будет как бы ближе. И то я в этом как бы не уверен. Так что, ребята, спасибо большое, что смотрите меня. С вами был Юрий, канал Исповедь одного из. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И до новых встреч. Пока-пока.